Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Что-то у меня вебка такая маленькая стала. Скукожился. Раскукожьте меня обратно, ладно. Ну, может, кому-то коти не нравятся, что тут много занимаю места. Продолжаем на уровне сложности божество. Проходить Sid Meier's Civilization 6 за Горго, Греция. Ссылка на рейтинг цивилизации по поводу Горго есть в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, где я объясняю, что у нас за челлендж вообще в этой игре. Что мы делаем, какие у нас ограничения, что я должен сделать. Так что, если вы случайно откроете на это видео, лучше перейдите к первой серии. Ну и спонсоры канала, все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. Благодаря вот вам и хочется все это делать, 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 выкладывать. Потому что когда подумаешь, что столько человека же даже за это деньги платят. Прям, знаете, и лениться не хочется. Все, вступительное слово завершено. Давайте продолжим. Значит, у нас идея все-таки попробовать победить религии. Здесь этим всем и занимаемся. У нас пока есть 9 ходов Золотой Век, во время которого у нас куча бабок. Кстати, я думаю, что у нас будут проблемы с расходами, когда у нас этот Золотой Век закончится. Поэтому надо как-то ускоряться с Ереваном. Но прежде, видите, нам надо три бушеты апнуть. Сорокет стоит. При помощи убить врага при помощи мушкетера. Блин, это вообще-то тоже выполнимо было бы. Но, видимо, придется без ускорения. В индустриализацию надо выйти как можно быстрее. Странно вообще, что у меня эти проблемы с деньгами. Я даже вроде вон куча отправляю... Ну, не куча, 4 каравана отправляю в другие города. Все-таки неплохо. Так, тут у нас апостолы. Апостолы араба почему-то бегают. Отправляю лечиться пока. Так, ну и в мушкетеров вообще стоило бы. Ну, сначала, конечно, в бомбарды. Апнем. Так, я уже объявил войну немцу. Апнем бомбарды и пойдем. Блин, да этих тоже надо. Так, бомбарды требуют 10 селитры на апгрейды. И этот еще 10 селитры. Но мне не хватит. Мне надо сначала 2 бомбарды апнуть. Вообще, в принципе, я бы уже мог входить следующим ходом. В Ереване нету стен. И он их даже не планирует. Почему я беру Ереван? Опять, кто забыл. У Еревана... Мне надо его освободить, чтобы он вернулся на карту. У Еревана классная способность. У нас апостолы смогут любые прокачки брать. А нам нужны будут прокачки, чтобы остальные... Там есть очень важное, наутроенное распространение религии. Плюс... Подождите, что-то я еще... Что-то я сделал, что у меня апостолы 2 прокачки могут использовать сразу. Блин, ну это не... Это не ГГшка. Блин, я забыл. И это не религия, по-моему. А что я такое взял? Черт, я реально забыл. Видите, сейв прошел. Но это я на следующий день просто играю. То ли... Нет, что-то у меня только, по-моему, и тиминанки. Блин, я какой-то прикол такой сделал, что у меня у апостолов... Апостолов 2 прокачки. Так, найдены источники. Тут будем деньги тырить сразу. Так, недостаточно довольства. Может, у меня с японцем закончилась торговля? Нет, не закончилась. И мне еще, кстати, надо цивилизации еще 4 найти, с которыми я мог бы торговать. Паводок предотвращен. Ну, эти варвары... Блин, сейчас у меня серебро разграбит. Вот это как-то хреново. Блин, давайте, может, тогда не будем пока... Здесь обрабатывать рис. Чтобы починить можно было... Ну, рыцарю, конечно, надо полечиться. Давайте не буду пока сюда идти. Просто на месте постою этим рабочим. Так, а тут я просто качаюсь. Я не хочу захватывать этот... Ну, качаюсь, культуру получаю. Не хочу захватывать этот лагерь. Я хочу, чтобы он в ГГшку превратился. Может, ему даже что-нибудь... Пять... Потеряет пять развития. Восемь очков развития. Ну, у меня денег, конечно, нету на все это. Тут почему-то так долго стоит эта галера, ничего не делает. Так, апну. И эту галеру тоже. 90. Там по 40, да, мне хватит денег. Исследование ускорили. Не знаю, правда, буду ли я открывать исследование. О, вражеский город переходит в вашу веру. Плюс ты, ну, я все равно не успею выйти явно в нормальный век. Да и не хочу. Я лучше в темном останусь. Так. Давайте вспомним, что я такого... Ну, невеликих людей я использовал. Господи, что ж я такое... Чудо может быть? Реально, в голове сидит, что я... Что у меня два... Две прокачки апостолы. Чудо света. У меня только эти минанки стоит. И то я захватил у отстака. Ничего я больше не строил, это точно. Канди дает просто реликвии. При открытии каждого нового чуда природы. Блин, господи, да почему у меня апостолы получают... Почему это в голове сидит? Это ж не просто так явно. В правительстве точно нет. Военных лагерей, шпионы быстрее. Скидка на улучшение всех юнитов. Блин, даже запись остановил, чтобы найти, вспомнил наконец-то. Это, во-первых, у меня сейчас этого нету. Это у мокши будет вот эта прокачка святой покровитель. Я ее собираюсь, конечно, получить. Потому что построил вот правительственную площадь. Возьму еще зал для приемов тоже мокши прокачку. Эту дам. Потом тут что-нибудь открою. То есть у меня будут только апостолы так делать. Сейчас они не могут сделать. Это у мокши прокачка. Блин, реально, помню что-то... Где-то это что-то было, откуда в упор забыл. Но это еще и нет. Видите, надо это еще сделать. Хорошо, что вспомнил. А то бы я решил, что она у меня есть. Ладно, с мокши выяснили. Давайте играть. Давайте играть. Блин, тут вот жалко, дорога не проведена. Тут, наверное, подойду еще вперед. Так, этих всех, наверное, пропускаем. Так, тут я всех отправляю в Абердин пока. О, опять ушла религия. Тут уже была вроде... Ну, у меня просто куча миссионеров осталось, на самом деле. Я считаю, что их надо именно в Шотландию на данный момент. О! Есть караван. Давайте подумаем. Есть у вас какой-нибудь шанс вот тут как-то дорогу провести? По-моему, я из Аргаса отправил караван, и он там не... Да, из Аргаса в Куска, и он там... То есть это единственный шанс какой был, чтобы тут дорога была. Поэтому, видимо, надо просто на деньги куда-нибудь отправить. А еще у меня города все связаны? Кагуана связана. Тлакопан. Давайте, наверное, из Тлакопана еще отправлю. Блин, тут, кстати, немец может еще отсюда начать на Тлакопан нападать. Блин, давайте мы в Тлакопане... Блин, 11 ходов стены строятся. Да ну, не должны взять. Ладно, я подумаю насчет этого всего. Так, тут пропускаем просто ходы. Мы не можем ближе подойти. Очередуха стоит. В Спарте молитвы... А, вот, у нас еще молитвы в священном месте. Знаете что, давайте я банк буду строить. У меня что-то... Я боюсь, что у меня с деньгами будут проблемы. Ну, молитвы в священном месте прикольные. Это распространяет религию. Конечно. Кстати, странно, что... Канди... В Вологда обратилась, а Канди еще нет. Влияние у меня тут 49. Блин, может мне... Одного миссионера... Я тут Вайютхаю отправляю. Ну ладно, давайте Вайютхаю. Тут я строитель. Давайте тоже банк. Это такая нехватка денег. Что он тут обрабатывает? Эту клетку. Давайте рудник сюда. Ресифи. Кабердину пока подходим. В Малиналька. Так, где мне вообще... Имеет смысл еще пообработать? Давайте в Аргасе, наверное. Смотрите, Аргас вообще необработанный. Стоит. Туда не могу пройти. Тут Махенджедара. Я... Воюет со мной. И немец еще там. Но Махенджедара просто союзник... Германии. Вандар Брюней. Вандар Брюней. О, Китай встретил. Отлично. Напоминаю, что с этими уже ребятами... Ребятами я могу их не обвинять и могу с ними торговать. Ммм... За государя. Да не. Не, мне... Тем более мне селитра нужна. Так, тут нельзя никак отметить, что он меня селитру не просил больше никогда. То есть, челлендж первых десяти встречных цивилизаций я должен постоянно обвинять. И никакой торговли с ними не проводить в надежде, что они самим не объявят войну. Так, что у нас здесь? Плюс один к перемещению на дружественной территории. Четыре золота и веры от торговых путей. И селитра с углем больше... Блин, вот это, кстати, оба мне прикалывают. И это хочется поставить... Ну вот ветеранство, наверное, можно заменить. Я уже, по-моему, гавани и... Хотя вот тут строится еще гавань. Ладно, я сейчас подумаю. Не, я хотел сказать, тут вряд ли будет проплыв, но вроде как есть. Давайте посмотрим, что там с Китаем можно торгануть. Только слоновая кость. Ну и нормально, в принципе. Хоть что-то. Ну давайте посольство у него. Так, и у меня более-менее еще с японцем улучшились. Но он... Он вряд ли даст основать посольство. Так, ладно. Ладно. Апаем три бушеты. Там кто-то даже хотел... Аютхая хотел три бушет, чтобы появился. Ну нет смысла до трех доводить. Вот в Бандар-Плюней есть смысл. Банк, верфь и консульство дают золото. Давайте тут чисто доведу пока. И Бандар-Плюна еще кампус хочет, кстати. Отлично, 126. Ну давайте, наверное, входить потихоньку. Какая-то коляска всего лишь. Блин, тут есть только проблема. А, холм. Вот отсюда бомбарда работает. Хорошо. Так, тут лечимся. Ну на всякий случай поведу таран. Если там стены... Ну в принципе мне и бомбард хватит. Так, тут, значит, стоим. Вот у нас еще один три бушет не апнутый. Даже не знаю, мне это всей армии... Вся эта армия не особо и нужна. Так. В Афинах я построил центр коммерции. Используем Джованни Медичи. Сразу банк и рынок строятся. Значит, из Лакопана. В Тиночтетлан. Отправлю. Блин, тяжелое поражение. Ну, кстати, не разграбил меня. Сюда зайду пока. Постоим. Опять же, тут все ходы пропускаем, потому что не можем подойти ближе. Рудник. Так. Караванчики. Доступные пути. Спарта, Куска, Афины, Куска. Ну и Спарты надо, да. На деньги будет отправить. Дальше обращаем Абердин. Так, Господи. Сок, тут надо миссионера, чтобы он обратился. Очень, очень велико влияние буддизма. А буддизм... Странно, что именно буддизма, хотя тут дофига... Этого иудаизма. Может, я зря, конечно, тут на Абердин так наседаю. Лучше было отправить ту же Аютхаю, где у меня как раз моя религия больше влияет. Ну, дайте остальных миссионеров в Аютхаю. Вообще, я бы еще миссионеров как... Этих... Скаутов использовал. Но... Вот если у Стерлинга нету своей религии, то у Японии Вавилона это есть. И я просто боюсь, что они будут убивать мимо их миссионеров. Поэтому я и думаю в Аютхаю, чтобы она оттуда уже влияла как-то. Так, просто стоим, лечимся. Тоже стоим, просто ждем появления тут юнита. Ой. Под пушечку влез. Походу, минус скаут. Тоже, наверное, банк давайте. Сейчас торговцы могу два хода. Ну, торговцы я в Афинах, потому что как раз тут я появились за счет того, что у нас есть этот великий торговец. Я здесь и сделал рынок и банк сразу. Так, а вот теперь давайте заменим все-таки карточки. Во-первых, давайте латника. А, мне не хватает селитры. Может кто продаст селитры? Я бы какого-нибудь латника хотел в мушкетера апнуть. А, нельзя с этими торговать. Я могу... Да. Могу только с Китаем и Японией. Там у них нету селитры. Ну, а больше мне апать... Ну, давайте, может, этого варбалета. И вот эту лошадку. А у меня лошадей нету. Нифига себе. Не, подожди, 35 лошадей. Почему я не могу? А, золота не хватает. 125. Так, вот золото можно, во-первых, у Китая попробовать выторговать железо. Мне надо 125-22 золота. Буквально. О, отлично. Нормально. По-божески. Первые селитру использовали. Так. Бандар Брюней заключил мир со всеми. Здесь на производство все. Тут на производство. Все на производство. Окей, теперь все-таки меняем политический курс. Значит, улучшение юнитов можно убирать. И ветеранство я, пожалуй, уберу. Мне нравится и начало хода, и собирание селитры и угля. Вот это поставлю. И логистику поставлю. Хотя, блин, и треугольная торговля тоже прикольно. Но, с другой стороны, я воюю, мне нужны красные карточки. Ладно, все-таки... Все-таки логистику. Все-таки логистику. Ну и дальше... Мне нужна прокачка... Для губернаторов. Мокша. Сейчас я получу с постройки зала для приемов. Китай немного раздражает моя... Мой золотой век. Да, как я и говорил, минус скаут. Этот опять вернулся на серебро. Ну, давайте тут проатакую рыцаря. Конечно, мушкетеры сильнее рыцарей, но... Они меня тут не убьют. Пока стоим рабочим. Так, зал для приемов построили. Ну, вот вопрос. Разведывательное управление или часовня Великого Магистра? Мне кажется, что если мы хотим религии побеждать, то тратить веру на юниты мы не будем. Тем более, что юнитов у нас до хрена. Ну, и производство у нас есть. Поэтому я бы лучше разведывательное управление открывал. Министерство иностранных дел вообще тут никак не поможет. Не открывал в смысле строил? Чтобы шпионы лучше работали. Будь здорово. Так, подходим потихоньку. А здесь не подходим, потому что будет этот район обстреливать нас. Тут, на самом деле, мы подойдем, когда бомбарда приедет. Кати, 51 вполне даже копейщиком можно будет атаковать. А, уже стрельцы и пикинеры есть. Блин, вот мне нужна была карточка, чтобы стрельцов и пикинеров апнуть. Вот это я что-то проспал вот этот момент, кстати. Продолжаем мокшу повышать город, игнорирует влияние религий, не основанных игроком, назначившим губернатора. После постройки здания дает веру в размере 25% от стоимости строительства. Где он у меня сидит? В столице, по-моему, да? Да, он пока еще не сидит. О, слушайте, так давайте тут отложим банк. Блин, Монстон-Мишель тоже прикольно построить. Но только по имени реки или на болоте строится. Мне жалко эти клетки. Черт. Черт. Ну, наверное, молитву в священном месте тогда пока проведу. Как раз два хода пока мокша не приедет. Я поменял местами пингалу и мокшу. И малиналька побольше. Так, тут миссионер вылечился. Надо все аккуратно, поэтому я все медленно делаю. Надо... Тут важны эти штуки. Ереван взять. Это все должно быть как-то одномоментно. И мокшу прокачать, и Ереван взять. И, собственно, начинать клепать апостолов. И для этого я еще максимизирую веру. Дайте, наверное, лесопилку. Чтобы побольше апостолов сразу. 50-53. Абсолютно одинаково. Поэтому мне и нужны стрельцы и пикинеры, на самом деле. Ладно, тут я бомбардой поработаю. Это бомбардой еще три хода будет, пока она начнет стрелять. Всякий случай, что тут останется. Тут должны вообще морские юниты скорее появляться. Так, ну эти миссионеров давайте попробуем R обращать. Что-то умнывают шотландцы. Нет уныния. В эфисе молитвы в священном месте. Этот проект не только веру дает, но и 100 религиозного влияния на каждом ходу. Плюс 100%. Поэтому вокруг начинают города обращаться. Очень серьезно. Мне кажется, тут уже можно заканчивать. Вот Спарта влияет, например, на Канде. Тут поближе. Не знаю, не уверен, эфис влияет ли на Аютхаю, но там у меня хотя бы миссионеры бегут туда. Поэтому, мне кажется, можно тут закончить. Давайте водяную мельницу. Слабое извержение в те ночи Тетлане. Да, кстати, у меня теперь в городах с губерами. Подожди, у меня что-то три губера только сидит. Пингала и Мокша. А где Магнус? А, вот тут Магнус. Тут тоже рост можно поставить. Минус два довольства в плакопане. Он же не разграбил серебро, да? Сандок предупредил Пачекутека за вмешательство в повестку. Ну, блин, Китай все-таки осудил меня. Ну, у меня просто куча претензий тут, очевидно. Смотрим, есть ли у нас... О, удачно похищено. Есть ли у нас уголь? А угля у нас дофига. Два источника. Под театралкой, что ли, да? Тут под священным местом. И... И где еще? А, вот. Вот уголь. Ну, кайф. Угля, короче, у нас завались. Ну, наверное, военную академию тут бы вообще вырасти в Афинах. Как вы думаете, будет мне убивать миссионера? Немец. Ну, я бы захватил Ереван и, наверное, замирился бы. Он будет Ереван обратно отбивать? Интересно. Ну, просто мне его города захватывать не с руки, потому что они по лояльности будут отваливаться. Тотально. Так, тут просто стоим. Ну, вот, как я и говорил, Трирема появилась. Не будем давать ей возможности вообще. Антона Нариву встретила. А, все-таки нету проплыва. Будем ждать глобального потепления. Так, этого прокачаем. Вербовка партизан. Время выполнения. Спровоцировать беспорядки. Давайте время выполнения уменьшается. Здесь никуда не посылаем. Держим посыл. Нам надо Ереван и Канди удерживать постоянно. Не строит он стены. Стоим. Хочется в стрельцов и пикинеров апаться, но без карточки жалко. И тем более я этими юнитами не нападаю. Они просто у меня тут стоят пока. А Вологда по чуть-чуть отваливается. Нереально миссионеров бы как использовать скаутов. Но я больше их буду... Понимаете, еще проблема в том... Вот, например, видите, пришел апостол иудаизма. Что их убивают. И моя религия уходит тогда. Зачем мне это? Я, кстати, не могу атаковать миссионерами апостолов, потому что миссионеры только защищаться могут. Не, наверное, не буду апать. Просто стоим. Давайте подумаем, могу ли я еще кого-то захватить вообще. Мне кажется, что если нападать, то только вот в эту сторону. Например, Бондар... Ну, Вологду захватить. Вот она отвалится. Захватить Вологду и Бондар-Брюней. Если Вологда отвалится, то я могу тут город поставить реально тогда. Может мне сделать этого... Посила? Чтобы он был... Два хода. Давайте сделаю посила и потом буду уже фабрику. Вот сюда ставится город. Я не хотел его ставить, потому что здесь границы Вологды. Но, если она сейчас отвалится по лояльности, мне надо просто, наверное, сюда войска везти. И надеяться Вологду захватывать. Ну, а что они тут стоят без них? Мне кажется, я Ереван и так захвачу. Дальше я с немцами воевать не буду. Вот туда. Ну, и по пути, конечно, бы апнуться в стрельцов и пикинеров. Хотя там... Не знаю, какие там сейчас будут юниты у Вол. Так, а вот этих меня... Вот эти меня нападают. Куча еще необработанных, конечно, клеток. Ну, наверное, надо отправлять уголь. Добавить. Так, он бегал в канди, но в канди нам уже, наверное, нафиг надо. Давайте в ур. Отправим. Тут стоим тараном. Тут пока рабочего держим на случай, если разграбят серебро. Ну, я думаю, что мушкетер будет нападать постоянно на... Так, почему мне нельзя пропустить ход, извините. Что за фигня? Не дают просто пропустить ход. Должен обязательно в защиту встать. Ну, и в Афинах, пожалуй, военную академию. Паровой двигатель, две верфи. А, стоп. Не военную академию, а этого чувачка, военного инженера. Пока уберу. Мне ж надо форты еще построить. Для ускорения баллистики. Ну, я отложу два хода, пооткрываю ее. Так. Инк осуждает, это здорово. Если бы он мне еще войну объявил, чтобы посложнее было. Трирема убилась об каравеллу. Ух ты, катастрофическое извержение. Черт. Там еще куча юнитов вокруг стоят. Ну, по-моему, никого не убило. Или убило. Вот я не заметил. Ну, по-моему, просто раненые. Просто раненые. Да, ну тут мощно, конечно, изверглось. Давайте банк дострою, потом акведук. Торговец. Сто золота и два посла. Блин, интересно. Ну, с другой стороны, с одной стороны, мне, наверное, послы не нужны. Я буду два города только держать. Там торговцы и покруче есть. Поэтому, пожалуй, откажусь. Вот следующим ходом шотландец возьмет. Или он сейчас возьмет вообще? Он уже взял. А вот этот поприкольнее на довольство, согласитесь. Это шотландцу сразу выдало, кстати, автоматом. Тут пингалов, малиналька. Растем. Дальше. Мокша в спарте. Растем. И у нас три хода до возможности взять вот этот святой покровитель. Блин, пришла. Черт. Ну, он бомбарду будет атаковать. Это же, конечно, трындец. Черт. Ну, мне, видимо, надо... Как-то вот так становиться. Так, и приходится бомбарду сюда. По той простой причине, что, смотрите. Бомбарда может атаковать Ереван только отсюда или отсюда. Если я сюда ставлю, он линейным пехотинцем атакует бомбарду. Дальше. Линейный пехотинец, это рукопашный. Но это следующая прокачка вот этого латника. И у них бонус против пикинеров получается. Ну, так как через реку, то хоть какой-то шанс, что не убьют. Ну, и, соответственно, латник против этого. Мне кажется, сейчас латника мочканут. Меня хотя бы надо несколько раз обстрелять. Блин. Ну, как не в тему. Ну, так Ереван хреново стоит просто. Так через жопу все. Давайте мне, может, тогда кавалерию туда везти. Хоть как-то я надеюсь, что я пару раз хотя бы обстреляю Ереван. И мне надо его захватывать и освобождать. Вот сейчас, сейчас жопа начинается. Не люблю жопу. Кто любит жопу, пишите об этом в чат. В комментариях, пожалуйста. Ну, ну, конечно, пока влияние других религий. А так, я не надеюсь, что тут надолго моя религия останется. Но так как на 30% дальше влияет, оно начинает и на другие немножко города добавлять. И мне в будущем будет проще обращать их. Блин, мне теперь стали... Появились сомнения, что я возьму Ереван. Черт. Давайте в Абердин. Чуть сделаем так, чтобы не так быстро религия уходила. О, я все-таки его убью. Отлично. Не разграбил он мне серебро. Ну, тут война с арабами. Ага, там уже ушла. Так, давайте я с арабом мир заключу. Я, хотя, наверное, еще рано, да? Не, могу. Мир заключу по той простой причине, что я с ним воевал, чтобы он апостолов не вел. А теперь я могу своих миссионеров попробовать к нему. А, подождите, я не могу с ними торговать же с арабом. Просто мир. Может, он мне что-то заплатит? Нет. Ладно. Просто принимаем. Для того, чтобы я мог туда миссионеров своих везти, и он бы мне своими юнитами их не убивал. Блин, тут вообще проплыть можно будет, интересно. Вообще, не факт, конечно. Так, водяная мельница, город растет. Ну, опять же, акведук тут нету смысла. Монсен-Мишель где-то могу. А, болото тут нет. Тут классное болото. Тоже не хочу. Давайте, может, я вот эту клетку выкуплю. На будущее. Понимаете? Я понимаю, что есть 110 монет, но клетка крутая, чтобы контролировать этот проход через горы. И еще жалко, что вот эту я не выкупил. Так, ну тут реально строить нечего. Стены не хочу. Давайте, наверное, строителя пока. Маяк. Друзья, может, мне его купить? 240. Давайте я, наверное, куплю его. Верфь потом надо бы тоже купить. Что у нас с кампусом? Блин, вот тут бы, хотя, тоже плюс 2 было бы. Так, есть кампусы на плюс 2. Священные места тоже на плюс 2. Кстати, а сюда кампус, сюда священное место на плюс 2 тоже будет. Давайте, наверное, кампус сначала. И тогда здесь этого торговца. Раз у нас тут маяк появился. Продолжаем воровать. Тем более, что это быстрее теперь будет происходить. В общем, сейчас очень интересно, что будут делать немцы. Так, аютхаю обращаем. Ну, я ставлю на то, что, скорее всего, латник минус. Выжил. Прикол. Это, кстати, очень хорошо. Так, значит, обстреливаем. Блин, как он стены-то построил? За один ход, что ли? Факин щит. Просто факин щит. Так, а дальнобойных атак? Блин, нет. Плюс 7. Плюс 7. Ну, убьет. Он должен его убить следующим ходом, к сожалению. Так, тут эту коляску я завалю. Нефиг тут тусить вообще. Дальше подходят бомбарды. Я просто надеюсь, отсюда бомбардой по этому линейному пехотинцу поработать. Блин, вот эти стены за один ход, конечно, неприятная штука. Ну, и моя ошибка, что я не апнул стрельцов и пикинеров, прежде чем сюда идти. Стрельцы и пикинеры были бы намного лучше, стояли бы. Так, военный инженер. Футболистику откладываем. А что с институтом просвещения, кстати? Кстати, а мне бы... Мне-то вообще-то третий великий человек нужен. У меня два взято. Так, и теперь я должен два форта построить. Давайте сначала здесь. Поставим. Ну, и может быть здесь. Тут все равно потом я заменю. Так, это мы к Вологде. Где же моя черноглазая? Где или как там? Вологде, где, 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 Вологде, где? В доме, где резной пылесат. Извините. В городе полечусь. Напоминаю, что я и здесь, и здесь хочу, чтобы появились... Так, а что звездочка означает? Кто в курсе? Восемь очков развития. Ну, маловато за 265 денег. Блин, там он апостолы... Я не понимаю, как вот действуют русские? Почему апостолы прутся через шумера? Мимо шумера, вместо того, чтобы обращать его. Например. При том, что, по-моему, у шумера нету своей религии, да? Ацтеки, Вьетнам, Россия, Япония, Вавилон. Да, Вавилон. Вавилон там дальше, тем с Вавилоном там у них еще и война идет. Ну, вот апостолы Вавилона, я понимаю, рядом с ним. Это понятно. Ну, вот почему мне и не хочется тут миссионерами, например, что-либо делать. Потому что... Видите, во-первых, зона контроля у этих ребят. Может, карточку поставить на плюс 5. Этот тут еще со своим буддизмом. Ну, давайте пока так постоим. Длинный ключок в проход перекрыл обратно русский. Ах ты гад. Банк в Шичикалька. Ну, и что тут делать? Нам как-то вырасти надо, а не на чем. Ну, видимо, строителей. Где-то вот тут надо фермы поставить будет. В Афинах военный инженер. И тоже надо вырасти. Нету жилья. Военная академия жилье дает. Да, давайте военную академию тогда тут. Короче, больше торговых путей. Я тут строю и так. Караванчик. Универ, Васка, Пацалька. Там где-то две верфи, да, надо было вот тут. В паровом двигателе. Поэтому... Ну, с другой стороны. Священочка, кампус и гавань построен. Центр коммерции не надо. Это промышленная зона где-нибудь. Я вот тут хотел. Кстати, оставляю. Но почему-то плюс четыре здесь. Ну, вообще... Вообще, да, давайте. Плюс четыре. Ну, это за счет угля. Причем у нас такая ромашка тут. Полуромашка будет. Всего с тремя районами. Но за счет того, что здесь стратегический и здесь стратегический этот... То получается, что... Нормальное соседство для промышленных зон в этих городах. Так, ну я предсказываю, что минус латник в любом случае. Хотя город, скорее всего, будет бомбарду обстреливать. Нет, латник... Нет, подожди. А, блин, военным лагерем убил латника. Блин, еще и в трире он построил. Черт. Но, так как стены Средневековья, то, видите, по бомбарде слабенько работают. Тут надо отходить. Потому что этот точно убьет. Не знаю, убьет ли он бомбарду. То есть, попытаюсь переплыть, а тут... Так. Так, напоминаю, что всех этих надо мне осуждать. Не забываем. Никакой торговли. Никаких... Посольств. Ничего. Блин, с Ереваном у все очень плохо. Ну, видимо, придется... Так, тут надо до стрельцов-пикенеров опнуться. И 55 силы. А просто у этих 45. Но это уже против линейного может хоть как-то постоять. Так, сюда давайте. Открыли пушки. И кирасиров. Блин, мне бы встали варенья, но я арту-то не смогу строить без нефти. Селитровую шахту. А что, я ни одну селитровую шахту не построил? Серьезно? И у меня нету где построить? У меня есть селитра, но там, видимо, районы стоят на ней. Так, подожди. А откуда у меня вообще селитра тогда? Что-то я вообще селитру не вижу у себя на территории. Плюс 3 от улучшений. Где селитра? А, все-таки район стоит. 2. Ну и плюс 1 еще карточка стоит на селитру и уголь. Блин, плохо. Не ускорю я эту штучку. Не ускоряйте. Блин. Субтитры сделал DimaTorzok И 26 влияния Нет, давайте, наверное, не будем Тут надо уже апостолами приходить Пойдем в Аютхаю Вот Аютхая хорошо расположена Она в моей этой Блин, ну я, наверное, сейчас возьму прокачку Мокши в следующем ходу И начну уже, видимо, апостолов делать уже Мне что-то кажется, что Ереван не берется Вот из-за этого всего Ну слишком долго мы к нему ехали, грубо говоря, юнитами Слишком он сейчас сильный Ну я ошибся, я не послал сначала караван в Германию Чтобы дорога была Надо было это сделать Несомненно Слушайте, давайте, может, тогда мы не ошибемся И... Так, сколько еще в Вологде? Из Спарты в Вологду отправим дорогу Хотя, подожди, я из Эфеса могу Не, ну, тут Из Спарты лучше, потому что и быстрее, и больше, видимо, денег будет давать Зачем мне из Эфеса? Пока он тут вот добежит и начнет дорогу делать Так, господи, шо ж тут постоянно эти три ремы фигачишь Ну это морской, конечно, клан Понятно, почему он три ремы фигачит Проведение диверсии на производстве Вербовка партизан Наверное, диверсии на производстве Почему? Починили Акведукс Ну, фабрики, конечно, строим Хотя, подожди, а нафига я в Малинавлика фабрику строю? Тут будет влиять фабрика из той же Спарты Раз, два, три, четыре А, нет, не будет Но зато будет и Стена Щетлана, где плюс шесть Там, ладно, не надо в Малиналька Как раз фабрику не надо Торговец в Эфесе О, десять жителей Вот тут вопрос Теперь мне промышленную зону Или военный лагерь Не вижу нормальных мест для промышленной зоны А для военного лагеря есть Поэтому сначала строителя Чтобы вырубить здесь тропический лес А потом военный лагерь Ну, нафига, только ведук тут жилья достаточно Ну, только эти тоже можно молитвы в священном месте, пожалуй, провести Ну, то есть, без Еревана у нас просто будут рандомные прокачки для апостолов Я надеюсь Эту проблему решить именно за счет того, что У Мокши будет две прокачки Блин, и там линейную уже сделали Ну Короче, все На данный момент про Ереван можно забыть Надо, надо отступать Так, значит, прокачиваем Мокшу До Апостола и монахи, подготовленные в этом городе Вместе с первым повышением получают одно дополнительное повышение А, еще одна прокачка А, ну да, я закончил город Закончил разведывательное управление И открыл прокачку Так Давайте пробовать Ну, правда, я только следующим ходом увижу, как это работает Но уже берем Апостола Так, из спарты я хотел в Вологду Ну, или в любой, там, в Новгород я еще могу, например Да, давайте в Новгород Побольше денег просто А дорога та же Хотя, честно говоря, я думал, вот так пойдет Ну, да ладно Ну, может просто мир заключить с немцем, кстати Ну, точно Сейчас Ереван точно не берется Слишком долго шел Но я Не брошу эту идею Ереван я хочу еще забрать Теперь просто Блин А вот это выкинуло меня, конечно Неудачно Теперь придется еще этап Ходить все И дороги тут нет Это я к тому, что вообще надо К немцу, конечно, караван будет отправить В будущем Так, а здесь, пожалуй Амани, Лян и Рейна Ну, Амани сейчас не нужна Какие-то города мне нужны Давайте Лян или Рейна Лян, вас капацалька для аквакультуры Не очень интересно Рейна, чтобы покупать какие-то клетки Давай, наверное, в Афину Рейну Точно Тем более Тут и жилье надо Чтобы Афины росли до 10 Отлично Так, вот тут я хотел фермы Так, подожди Мне надо, прежде чем Пикинерами К Вологде подходить Надо будет их стрельцов Пикинеров апнуть Кто у нас лидер По-моему, Вавилон Ну, Вавилон, наверное Так, здесь Продолжу пока Тут самые из тех, которые были Больше всего денег воруются Ну Мне тут нечего Этой каравеллы делать До Пока не Растают льды Так что просто поставлю Строители В Шачикалька Ну, тут я все фермами обрабатываю Надо, чтобы город хоть как-то рос Производство есть Еды нет Так что продолжаю Строителей, видимо Минус довольства Так, ну сейчас-то, наверное, с японцем Нет Все еще продолжаем Торговля работает С китайцем Вот у меня меда нету И табака Но вряд ли он продаст Да, ведь Выстоятельный знак Значит, что он не продаст Так, и мне Мне бы еще троих Встретить Но они явно Вот в той стороне Может, я поэтому и Заключил мир С немцами Сейчас буду Апостолами его обращать Ну и апостолами сюда Тут надо В обе стороны Сразу идти Банк Или аквид Или аквидук Блин, наверное, аквидук лучше Чтобы Мне же надо вырасти Чтобы сюда поставить Наконец Промышленную зону Плакопание амбар Растем Так Вообще нету Ни одного района Да Священка Плюс один Плюс два Кампус Тоже плюс два Там же А еще Тут есть плюс два Контркоммерция Или гавань Тут А теперь с гавани Все-таки начну Трису чудес Создание Строителей Воссталые Воссталые Содержание Юнитов Бонус Промышленной Зоны Ну я бы Вот религиозные Войны Может Хотя Блин Я же сейчас Пойду Апостолами Ладно Оставляю Пока Все Как Есть Ну Кстати Прикольно Что я Здесь Могу Апать А Подождите Вот Не оставляю Все Как Есть На Скидка В стоимости На улучшение Юнитов Наверное Вместо Вот этой Карточки Потому что Угля у меня Дофига Тут У меня Просто Уже Немерено Ну Кстати В этих Тоже Уже Можно Апнуть В принципе Селитр Это Копится Кстати Надо Немца Обвинить Странно Была Война Ни за Что И немец Сразу Такой Типа Ну Норм Не могу С немцем Торговать Такой Нормально Молодец Воюет Вот это Я понимаю Мужик Хоть Я и Баба Типа Горга Если Вы тронете Моих Друзей Будете Иметь Дело С Мощью Урука Стесняюсь Спросить А Мощь Урук Это Что Так Называет Мои Войска Просто Идут Мимо Конечно Я Не Собираюсь Воевать На самом деле Я собираюсь Просто Вологду Захватить Когда Она Отвалится Так Немец Осуждаю Что ты Такой Рыжий Если Вы Рыжий То Можете Меня Осудить В Комментариях Так Ну Вот И Смотрим Две Прокачки Для Апостолов Сначала Просто Вперед Идем Как Это Работает Мне Интересно Так Дополнительное Лечение Проходя Мимо Чудов Три Раза Больше Давайте Это Возьмем У нас Вон Там Источник Вечной Молодости Есть И Доступ Вот Видите Было Написано Доступ На Повышение Просто Не могу Сейчас Взять Потому Что Повышение Когда Берете Это Ход Но В Принципе Я Смогу Еще Раз Следующим Ходом Принять Так В Городах С Утройной Силой Вот Это Берем Опять В Спарте Сразу Покупаем Апостолов Почему Только Спарте Потому Что Тут У Меня Мокша Сидит Именно Вот С Этими Прокачками Которые Мне Так Необходимы Я Люблю Тебя Дима Что Мне Так Необходимо Если Ты Димой Тоже Любишь Меня То Лайк Ставь Любое Любое Имя Если Любишь Ставь Лайк А Не Любишь Дизлайк Конечно Все Понятно И Логично Вырубаем И Военный Лагерь Я Хотел Так Я Решил Вернуться Чтобы Апнуть Все Таки Ну там Только Одного Я Смогу Апнуть Ладно Обоих Верну Прикол У него Отваливается Вологда По Лояльности Но он тут Строит Монсен Мишель Это очень Смешно То есть У него По идее Нету Никакого Производства В городе Потому что Уже Меньше 50% Лояльность Но Чудо Фигачим Блин Тут еще Этот Вулкан Работает Главное Приходится Так Аккуратно Обходить Так Тут Высадиться Можно Надеюсь Тут Гор Нету Ну И этот Меня Пытается Убить Здесь Ну Я Постою Наверное Пока Пускай он Атакует Потом Уйду У араба Сколько У него Сколько Городов Его Религии Два Два Города Осталось И все Рано Вот он На меня Так Тут Лезет Так Здесь Ферма Давайте Наверное Ну вообще В малиналька Ферм Нормально Собственно И жилья Нормально За счет Этого А Я уже Могу Еще Один Лагерь Строить Военный Может Развлекательный Как раз Он тут В центре Находится Более того Я могу Для Акрополя Соседство Тут Сделать Например Да Давайте Развлекательный Вот сюда Поставлю На этот Он Сработает На Малиналька Раз Два Три Шерчекалька Тоже Раз Два Три На Аргос Тоже На Спарту Не Будет Ну А вот Еще Раз Два Три Четы Да И на Четлан Даже Будет Работать Давайте Развлекательный Сюда Поставим Ты Еще Соседство Напоминаю Акрополю Культуре Блин Я вот Не помню А тут Леса Дают Соседство Нет Только Горы Но я Наверное Леса Удалю Как раз Для Развлекательного И Шахту Поставлю Блин Я не понимаю Такое Непомерное Желание Русского Обратить Аютхаю Хотя У тебя Тут Вон Необращенный Шумер Че там У них Прописано Хрен знает Тут Промышленное Будет Восемь Да Там Двенадцать Пожалуй Встрою Мастерскую Верфь Куплю Прямо Даже Причем Я бы Наверное Сразу Верфь И Здесь Купил Собственно Паровой Двигатель Так Просвещение Есть Какой-то Шанс Пять Ходов Вот Кстати Вавилон Пропустил Этого Инженера Прикольно Не знал Что компьютеры Умеют Пропускать На самом деле Что Их Этому Научили Да Вот Этого Торговца Очень Бы Хотелось Надеюсь Вьетнам Не Выкупит Ну У нее Нету Ничего Посмотрим Будет Ли Она Читать Проекты Кстати Я Железную Дорогу Смогу Везде Ой Я смогу Дорогу Строить Железную Кайф К Еревану Как раз Так Ну там Надо будет Миссионерам Сейчас Отступить О Семь Провинций Это уникальный Этот Юнит Нидерландов Темный Век Начинается Для Горга Все 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 Радуются Что У меня Темный Век Не Не Удалось Украсть Там Второго Уровня Шпион Так Осталов Именно Ну Заодно И открывать Территорию Правильно Правда Континентов Уже Уже Много Открыто Блин Чудеса Природы Не все Открыты Я понимаю Так Канди Там Только Гильгамеш Блин Не знаю Денежного Обращения Вот Можно Взять У меня Сейчас Как раз Караваны Бегают И Сделают Торговые Пути Ну И Здание Промышленной Эры Вот Маловато Уже Почти Все Построено Реформу Денежного Обращения Возьму Так Вот Мне Интересно Вот Здесь Апостол Вторую Прокачку Так Значит Я взял Проходя Мимо Чуда Природы Плюс Два К Религиозной Силе В теологической Баталии Давайте Так Ну Мне Надо К чуду Природы Вообще То Еще Подойти Будет Здесь Вторая Прокачка Так С Утроенной Силой Появляется Реликвия Давайте Опять Плюс Двадцать К Религиозной Баталии Кстати Прикольно Вот Эту Мокши Губернаторская Фигня Так Сколько Тут Волог Где Осталось Блин А Понятно У меня Темный Темный Век Настал А у России Видимо Либо Нормальный Либо Вообще Золотой Нет Тоже Темный Нет Нормальный Нормальный Я Перестал Так сильно Влиять На Вологду И она Прекратила Отваливание Но Объявлять Войну Я Не Буду Конечно Потому Что Это Помешает Обращать Ладно Я бы Наверное Все равно Тут Город Поставил Самарканд Хотел Линейного Пехотинца Увидеть И он Его Увидел Так Стрельцы Пикинеры Тут Ферма Надо Расти Чисто Нарост Переключаю Я просто Теперь думаю Что мне с моей Армией делать Куда ее Вести Как Использовать Лучше Вот Локопан Отваливается Ну и Логично А у Немца Что Тоже Нормальный Век Да Ну Локопан Просто Видите Он Как Находится Так Но Мне Нужен Видимо Еще Один Губер Именно В Локопан Или Виктора Нет Тогда Аркас Будет Отваливаться Кстати Не Кстати Не Будет Ну тут И так Минус Довольствие Если я Виктора Уберу То Еще Будет Минус Слушайте Давайте Я В Афинах Сначала Открою Военного Инженера Чтобы Он Дорогу Железную Начал Проводить Везде То есть Я бы Вот здесь Между Афинами И Аргосом Провел Железную Дорогу Это Вообще Очень В тему Будет По-моему Так Что Этот Рабочий У нас Может Делать Тут У нас Равнина И Тропический Лес Ни на Что Не Влияет Давайте Вырубим Этот Тропический Лес Тем Более С Магнусом Дальше Конюшню Делаем Ферму Тут Поставлю Так Развлекательный Комплекс Арена Шачекалька Строители Ну Тут Больше Больше Это И Нечего Строить Давайте Молитвы В Священном Месте Как-то На Канди Влиять Будем Хотя Чего Я Канди Не Обращаю Мимо Как-то Прохожу Попробую Этого Апостола Убить Да С Ереваном Коня Уф Уанаку Тут Падает А с кем Инг Только с Бразильцем Еще Воюет Нет Он Остался И Торговая Республика Да Наверное Колониализм Давайте Через Сколько Я надеюсь Четыре Хода Кстати А давайте Тогда Шачекалька Блин Шесть Ходов Долгой Инвестиции В центр Коммерции Спартия Угольная Вот В Аргасе Можно Инвестиции В центр Три Хода Да Это Ускорит Отлично Нету Гор Так Валим Отсюда Я смотрю Нету ли Где-то Священного Места У немцев Просто Интересно Можно ли У чужого Священного Места Миссионером Полечиться Ну что Попробуем Еще раз Украсть Ну Чтобы до Третьего Уровня Уже Тут Шпиона Прокачать Так Первый Первая Прокачка Апостолу Логическая Баталия Реликвия Давайте Плюс 20 Нам важнее Не реликвии Получать А обращать Города Поэтому Я беру Плюс 20 Почему Плюс 20 Важнее Потому что Это Поможет Убивать Чужих Апостолов Когда вы Убиваете Чужого Апостола То Ваша Их Религия Убирается А Ваша Распространяется Это Круче Чем Самому Распространять Апостолам Религию Не хочется Часто Что-то Обрабатывать Вокруг Вулкана Да Кстати Нам Можно Будет Лян В Тиночтетлан Посадить Чтоб Тут Вулкан Особо Не Буйствовал Ладно Пошли Наверное Сюда К Углю Ставлю Город Прикольно Что Когда Видите У вас Видите У меня Две клетки Заняты Да У города Тогда Город В любом Случае Прибавляет Две клетки В данном Случа С углем И с лесом Например В пятерке Так не было В пятерке Просто Вот Раз так То просто Без двух клеток Ставился Город Бегал В спарту Да Сейчас Надо Отправлять В какие-то Города Куда У меня Не бегают Потому что Я взял Наследие Или как Это называется Стремление Бонус Стремление Реформа Денежного Обращения Надо отправлять Караваны В города Куда у меня Еще не Бегают Караваны Куча Вкуска Бегала Рио Де Жанейро Ур Ну давайте Из Спарты Обычно Из столицы Самые Самые Выгодные Караваны Так В Вавилоне Источники Ищем Линейных Пехотинцев Вдохновение Для Естественной Истории Нанять Великого Торговца Это мы Сделаем О А Блин Меня ж Убили Уже Этого Скаута Хотел На Пора Там Исследовать Но К сожалению Нет Так Отваливается Плакопан Как скоро Я могу Получить Какого Нибудь Тут Построено Уже Все Какого Нибудь Губера Это мне В национализм Надо Дойти Объявите Войну Имея Формальный Повод А если У меня Для Кого Нибудь Формальный Повод Вообще Нету Только Официальная Это Неформальный Повод Имейте Ввиду Формально Это Вот Эти Да Вряд Ли Короче Ну Тут Я Только Недавно Закончил Войну Тут Даже И Не Будет А тут Я не Обвинил Японцы Не хочу Обвинять Черт Как бы Мне Национализм Ускорить Как бы Мне Ускорить Национализм Ну Знаете Что Наверное Это Мы Поищу Да В другом Месте Я тут Точно Не буду Ставить Города Как Ускорить Национализм Наверное Уже В следующей Серии Будем Решать Как И Распространять Как нам Распространять Религию Тоже Так С Женю С Вьетнамом Не могу Торговать У нее куча ресурсов Роскоши Конечно Но торговать Не могу Кстати Вьетнам Надо Судить Ну У меня Больше Я тут Не могу Просто Больше Города Ставить Поэтому Обещаю В общем То А Давайте Проголосуем Сначала Плюс 5 К лояльности Минус 5 Давайте За русского Вдруг Там Вологда Типа Чтоб Минус 5 К лояльности Вход У него Было И Дополнительные Единицы А у меня Всего Немного Да Ну Вот Шоколада 3 Например Давайте Шоколад Но я Тоже Сомневаюсь Что Пройдет Какао Точнее Думаю Что Очень Вряд Ли Минус 5 Лояльности Бразильцу И Не влияет На Довольство Оливки Отлично Оливок у меня Нету Они Отваливаются Ли Города Бразильцы Теперь Нет Не Отваливаются Все равно Все Ну Я просто В темном веке Поэтому Вряд ли Может Отваливаться Ладно Продолжение Точно Теперь В следующей Серии Спасибо Что Смотрите Спонсоры Канала Могут Прямо Сейчас Поискать Во вкладке Сообщества Для всех Остальных Она Появится Завтра Всем Пока Спасибо Что Досмотрели До Продолжение следует... Продолжение следует...